Всем привет! Меня зовут Павел и хочу сегодня дать несколько советов по работе на себя, так сказать, по выявлению очень сложных, плохих или нежелательных клиентов. Факт первый. Клиент начинает сразу пренебрежительно с вами общаться с таких слов, как «Эш, здорово! Так, слушай!» и вот такое вот. Сразу же, сразу же отказывайтесь, вообще не о чем разговаривать. Второе. Человек сразу же сходу просит скидку. Типа, здравствуйте, а вот там вот мне сказали, что сделают дешевле, отсылайте к дешевле. Я, если я вам предложу сделать три люстры, условно там, не знаю, там 8 кошельков или 12 игрушек, то сделайте мне скидку. Или человек сразу начинает со скидки. Здравствуйте, а у вас скидки есть? Не знаю, там, для многодетных, мам, для мотоциклистов без шлема. Человек, вырывающийся со скидкой, вообще сразу же отказывайтесь, свою работу нужно уважать, ценить и дорожить. И особенно свой труд и свое время. Следующий факт. Человек вам звонит в абсолютно неадекватное время. То есть вам человек звонит либо очень поздно ночью, либо крайне утром, да, либо во время, которое вы ограничили. То есть у вас условно написано, что вы работаете там с 8 до 12 и с 2 до 5, условно. И вам звонит человек в обед, то логично с этим человеком тоже нет смысла работать, потому что человек не уважает ваше время, не ценит и нетерпелив. То и у вас такие же будут, собственно, проблемы с этим человеком, а их может быть и дальше больше. Следующий факт. Человек полностью и целиком обесценивает вашу работу. Когда вам звонят и говорят, слушай, я тут это, у меня тут печка сломалась. Вот, там дело фигня, давай 500 рублей приходи. Типа. Или, например, если вы слышите такую фразу, как там дело фигня. Я посмотрел, делать там нечего. Типа, я уже залез, я уже все сделал, тебе осталось только панельку накинуть. Или, там провода прокинуть, типа, 2 метра, там пуговку пришить, какие дела, там молнии-то, блин, 30 сантиметров, там как бы нечего, нет работы, за что ты берешь такие деньги. Любой вариант синонимичный и аналогичный, отказывайтесь. Эти люди совершенно непригодны к сотрудничеству, вы намучаетесь, вы потратите кучу времени. Еще вам несколько советов, потому что это важно. Если вы начали работать на себя, момент переговоров является самым важным моментом в работе любого, так скажем, самозанятого. И переговоры нужно вести с определенными триггерными фразами для того, чтобы ограничить себя от пустой траты денег, времени и ресурсов. Как это выглядит? Если вы договорились с человеком заблаговременно на выполнение каких-либо работ, и для того, чтобы доехать до человека, вам нужно потратить определенное время, неважно, если вы работаете не дома, и вам это не приносят, а вам нужно идти, ваш разговор должен иметь две триггерных словесных формы. Первый словесный паттерн. Пожалуйста, если что-то изменится, пожалуйста, предупредите меня заблаговременно. Человек говорит, хорошо. После чего произносится второй словесный паттерн. Я вам завтра за несколько часов позвоню, то есть за, там, условно, два часа до начала работы, или за час до выезда, и вот около того, еще раз. Я вам завтра заблаговременно позвоню, или позвоню за несколько часов, ну, любую ситуацию себе подберите. Что это дает? После того, как вы произносите этот паттерн, человек практически сразу же делает для себя выбор, хочет он этим заниматься или нет. Почему? Человек сомневается, если вы четко не выставляете рэперный ряд, то человек допускает то, что он может отказаться прямо реально в самый последний момент, он может вам позвонить и сказать, все, не едьте, я уехал на автобусе, или вот это вот все. То есть человек не думает наперед. А когда вы произносите эту фразу, что я вам за два часа позвоню, то уже будет понятно, если вы ему позвоните, допустим, если работа начинается утром, и вы ему позвоните за два часа, он еще спит, то понятно, что он уже, например, проснется и не проспит, и не будет неприятной ситуации. Либо вы позвоните ему за час до выезда, а он в попыхах забыл вас предупредить, вы ему звоните, он говорит, блин, а я в пробке, ребята, а я в метро, я не могу быть через три часа дома или через два часа дома, да? Или я сейчас отъехал, там у меня кто-то заболел, или что-то пошло не так. В любом случае, сделав один очень несложный звонок, ну или позвонив, или написав, то есть как вы там договорились, вы очень сильно сэкономите себе время, деньги и самое главное, свой заработок, потому что в этот момент вы сможете взять другую заявку. Соблюдаете правила, вы очень сильно побережете свое время и свои деньги. Если был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать меня и канал, все ссылки в описании, буду рад любой копеечке, а также репостики, колокольчик и творческих успехов в любых ваших начинаниях, творческих и трудовых. Счастья!